Как и многие дети, я с ранних лет испытывал чувство глубокого восхищения и благодарности к своим учителям. Они определили весь ход моей последующей жизни. Они определили ее качество. Благодаря им я стал понимать причины многих событий и причины поведения людей, которые меня окружают. Они научили меня состраданию, пониманию и тому, как мы сами можем помочь друг другу. С этой точки зрения Айкидо является наилучшим путем к этой цели, поскольку оно развивает человека не только физически, но и духовно. Оно во многом изменило мой взгляд на жизнь и помогло лучше понять себя, моих родителей, братьев, сестер, всю мою семью. Путь вне пределов мысли. Ты никогда не знаешь, сколь долго продлится битва, но ты должен быть готов к ней всегда. Меня зовут Бин Дэн, и я начал учиться у сенсея Стивена Сигала несколько лет назад. Меня зовут Ларри Рейноса, и я занимаюсь у Стивена Сигала с 1983 года. Меня зовут Дайки Уфумиясы, и я занимаюсь Айкидо уже 13 лет. Я познакомился с сенсеем Стивеном Сигалом в конце 70-х годов в Японии. Я тогда работал там, увлекся Айкидо и искал себе учителя. Я встретился с Сигалом в Осаке, и он произвел на меня большое впечатление. Проделать тысячи километров ради какой-то идеи, для американца это очень необычно. Американцы вообще-то люди очень практичные. Я никогда не забуду тот первый раз, когда я его увидел. Простая рубашка, джинсы, простой парень, без всяких амбиций. Меня зовут Мио Тодзимура, айкидо я занимаюсь 10 лет. Я объясняю своим друзьям, что Стивен Сигал удивительный американец. Он работает в Японии и учит японцев их борьбе, и они ценят его довольно высоко. Меня зовут Гэрит Грин, айкидо я занимаюсь 10 лет. Многие говорят о том, что первое впечатление, которое производит на них Сигал, это большой высокий человек с большими руками, где-то даже неуклюжий, но все это исчезает, когда он начинает показывать приемы. Он был одним из первых англоязычных учителей, которым японцы разрешили преподавать айкидо в Японии. Он разговаривает с вами, жмет руку, смотрит в глаза, и как-то сразу проникаешься к нему доверием. Я даже не ожидала, что с самого начала у меня возникнет к сенсею очень теплое, очень дружеское отношение. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Продолжение следует... 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 Это может показаться неправдоподобным, но иногда мне кажется, что он знает о том, что ты собираешься делать еще раньше тебя. Каждое его движение, каждый жест, когда он демонстрирует какой-то прием, все это выглядит очень убедительно. Субтитры подогнал «Симон» Философия айкидо Стивена Сигала У нас в Японии говорят, духовное и физическое должно находиться в гармонии. Да, конечно. Проведя столько лет в Японии, преподавая там, сенсей освоил и японский язык. Он лично начинает работать с вами с самых азов. Субтитры подогнал «Симон» Да, в постановке техники он уделяет очень много внимания. Субтитры подогнал «Симон» Он всегда ориентирует вас на то, что может произойти в реальной жизни. Он всегда подчеркивает, что айкидо имеет практическое применение. Конечно, сначала вы начинаете с неких базовых, простых форм, и затем переходите к более сложным теоретическим формам. Но когда вы осваиваете более сложные формы, вы внезапно понимаете, что можете с успехом использовать их на практике. Конечно, поначалу айкидо может вас разочаровать, потому что здесь нет и не может быть быстрых успехов. Я имел дело с разными учителями, которые по-разному объясняли и преподавали айкидо. Но, честно говоря, это как-то не вдохновляло меня. Я много беседовал с ними о технике айкидо. Ну, например, мы говорили о разного рода ударах кулаком или удушающих приемах, и как от них уходить. И при этом я видел какое-то несоответствие между тем, что они говорили и что делали. А вот сенсей Сигал подробно разъясняет этот момент, причем ориентирует на настоящий, сильный удар, и затем объясняет, что надо делать в этом случае. Все-таки, если это удар, то это должен быть настоящий удар. Айкидо Сигала вполне применимо на улице. Многое из того, чему мы здесь учимся, отталкивается от вполне реальных жизненных ситуаций. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вас могут схватить за шею и начать душить, или попытаются свернуть ее, и вы должны уметь уходить от таких захватов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я видел, как эти приемы делают японцы. Иногда это получается довольно жестко. Сенсей иногда тоже делает так. И это бывает очень эффективно. Это работает. В критической ситуации, когда нужно применить именно такую технику, это работает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он должен отрешиться от всего и работать, иначе не получится ничего. Сенсей очень ответственно подходит к тренировкам. Обучение начинающих. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Надо все показывать и объяснять, исходя из того уровня, при котором ты будешь понят. Конечно, сначала не получается ровным счетом ничего. Субтитры делал DimaTorzok Он часто говорит нам о тай-собаке, аси-собаке, правильном положении рук, ног. Субтитры делал DimaTorzok Он очень внимательно работает со всеми. Он всегда показывает, что ты делаешь не так и как надо делать правильно. Он заставляет повторять один и тот же прием по многу раз, чтобы ты смог его усвоить как следует. И ты падаешь, и ты падаешь, и ты падаешь, и делаешь так до тех пор, пока не получится как надо. Он внимательно следит за тем, как работают в парах. Вот так, смотрите, вы должны уйти за спину партнера. Вот так, медленно. В айкидо всегда работают двое. Первый — это наге, то есть тот, кто делает прием, демонстрирует технику, которую объясняет сенсей. Уке — это тот, кто как бы принимает этот прием, эту технику, и дает возможность наге учиться, повышать свое мастерство. И поэтому роль Уке тоже очень велика. Он всегда говорит нам о том, что в айкидо каждое движение должно быть очень точным. И поэтому роль Уке тоже очень велика, и дает возможность наге учиться, повышать свое мастерство. Он стремится уделить внимание каждому. Он всячески старается показать и доказать тебе, что у тебя все обязательно получится. Надо только очень постараться и не торопиться. Исходя из моего уровня понимания и знания айкидо, конечно, наш сенсей демонстрирует очень высокую технику. И это, конечно, рождает доверие к нему. Укэми — это одна из важнейших составных частей айкидо. Умение падать — это, прежде всего, преодоление собственного страха перед падением. Это очень важный момент, и мы уделяем этому много внимания. Практически каждый прием, каждая атака партнера завершается падением, и потому очень важно научиться тому, как вести себя в этой ситуации. Если ты не умеешь правильно падать, дальше у тебя ничего не пойдет. Укэми — это еще и один из способов ухода от атаки, и это вполне применимо и на улице. Конечно, Укэми — это непросто и иногда даже болезненно, но этому тоже надо учиться. Знаете, умение падать — это как умение летать. Укэми — это тоже искусство, и искусство, надо прямо сказать, непростое. Да, это надо уметь, хотя это довольно тяжело, особенно когда работаешь с мужчинами. Укэми мы уделяем много внимания и стараемся, чтобы каждая владела этим искусством. По сути дела, речь идет о том, что при Укэми партнер меняет направление вашей атакующей силы, и на это нужно среагировать. Проделать Укэми в паре с сенсеем — это замечательная возможность познать истинную айкидо, увидеть его эффективность в действии. Хотя, конечно, иногда Укэми выглядит довольно жестким. Да, этому он уделяет большое внимание. Вот сейчас Наге получает возможность импровизировать, а импровизация — это суть айкидо. Эти ребята сейчас дают ему возможность организовать эту импровизацию, и в этом их предназначение. Все это очень непросто, особенно когда тебя атакуют несколько человек, и, оказавшись под ними, ты должен выскользнуть и продолжать. Так, наносим удар, удар. Переворачивайся, переворачивайся. Становись на колени и продолжай. Да, в такой ситуации, конечно, может появиться и настоящая злость, но этого надо избегать. Так, встали. Продолжаем, продолжаем. Нет, нет, то, что ты чувствуешь при этом, — это еще большая любовь. Здесь нет никаких отрицательных эмоций по отношению к партнеру. Вы делаете одно дело — он помогает вам, а вы ему. Хорошо, хорошо, закончим на этом. Видите, как все быстро здесь закончилось? А почему его так быстро прижали к стенке? Почему? Почему? Так, встаньте, пожалуйста, сюда. Вот в таких свободных схватках и выясняется, что ты можешь. Это требует очень хорошей реакции. Постепенно ты понимаешь, что все, что делает сенсей, — это тебе же во благо. И ты чувствуешь, как постепенно растешь. Вот это и есть любовь. Женщина в айкидо. Айкидо вполне по силам женщины. В нем нет ничего такого, чего бы она не смогла сделать. Иногда у меня что-то не получается, поскольку я обычно тренируюсь с мужчинами, а они более сильные, чем я. Но если я применяю против них прием правильно, то это срабатывает. Интересно, но некоторые мужчины заметно расстраиваются, когда такая хрупкая девушка, как я, бросает их на пол. Конечно, у мужчин больше силы, но в айкидо, по большому счету, это не важно. Дебби очень хорошо овладела айкидо. У ней сильная воля, хорошая техника, и для нее уже не важно, кто, какого веса и силы стоит против нее. Женщины могут достичь в айкидо очень многого. Он всегда говорит нам, у вас получится, обязательно получится, пробуйте. Женщины даже лучше подходят для айкидо, чем мужчины, потому что у женщины почти нет физической силы, и потому они берут техникой, и потому у них лучше получается. Женщины работают более старательно, более тщательно и аккуратнее, и это приносит свои плоды. Женщины обычно меньше мужчин, легче по весу и менее сильные, но в айкидо это как раз может стать преимуществом. Да, так уж распорядилась природа, мы слабее, мы не можем силе противопоставить такую же силу. Но в айкидо главное не это, здесь главное не физическая сила, а сила разума. Сила разума. По сути дела в айкидо нет каких-то застывших канонических форм. Главное создать такую ситуацию, где тебе при работе с партнером почти не потребуется физическая сила. Здесь главное чувство, интуиция, чувство дистанции, чувство партнера. Именно это определяет образ твоих действий, то, что ты будешь предпринимать в данной конкретной ситуации. Сначала сенсей показывает нам какой-то прием так быстро, что мы не успеваем ничего понять. А потом он говорит, а теперь давайте попробуем разобраться в этом. И вот это давайте попробуем в итоге и приводит к успеху. Ученики тянутся за ним. Они видят, что он не какой-то равнодушный судья, который просто фиксирует их промахи и недостатки. Он помогает им. Помимо физического развития, через айкидо идет развитие умственное. С течением времени ты начинаешь замечать, что с тобой что-то начинает происходить. Ты меняешься внутренне, духовно. И даже начинаешь меняться внешне. В твоем внешнем облике проявляется некая внутренняя духовная сила. Это видно. Ты начинаешь пристально вглядываться в себя, лучше видеть свои слабости и недостатки. И в какой-то момент ты говоришь себе, «Все, хватит!» И становишься другим. Да, тренировки закаляют тебя, и ты становишься как бы тверже внутри. И если привести пример человека с удивительной силой воли, то это, конечно, Стивен Сигал. Снова в США. Я познакомился со Стивеном Сигалом, когда он начал работать в США. Я с парой своих учеников пришел посмотреть на его демонстрационные выступления, и это произвело на нас большое впечатление, поскольку то, что он делал, казалось просто невероятным. Это очень заинтересовало меня, и я подумал, а смогу ли я так? В итоге я пригласил еще нескольких своих знакомых, и мы начали посещать семинары Сигала в Америке. И там мы поняли, что всем этим вполне можно овладеть. Для этого нужно лишь желание и терпение. И, конечно, хороший учитель. Он очень, очень добрый и вежливый. Он всегда говорит нам, мы должны быть добрыми, мы должны быть очень добрыми, иначе мы станем очень опасными для других. Люди, которые владеют столь опасной техникой, должны быть очень добрыми. Любовь и гармония – это важнейшие составляющие Айкидо, и это то, что царит в зале во время занятий. Без этого Айкидо немыслимо. Там встречаются очень интересные люди. Жизнь и смерть тесно переплетены друг с другом. С одной стороны, они, конечно же, являются противоположностями, но с другой стороны, они тесно связаны друг с другом, и друг без друга не существуют. И отсюда и проистекает гармония. Это как две стороны одной медали – физическое развитие. Да, мы тренируемся много, иногда до изнеможения, когда сил уже почти не остается, и тогда держишься только на силе собственной воли. В Японии для многих тренировки становятся образом жизни, они носят систематический характер. Это становится просто необходимостью. Без этого ты уже не можешь, просто привыкаешь к этим занятиям. Постепенно, шаг за шагом, ты сам видишь свое продвижение. Конечно, это не происходит быстро, но развитие, безусловно, есть. И, конечно, вдохновляюще действует пример учителя. С большого мастера и большой спрос. Он вкладывает в это дело всю свою душу, но он ждет и от вас такого же стремления к совершенствованию. Он сам к этому стремится постоянно, и этого же требует от своих учеников. Так, повторим еще раз. Еще раз. Сдача на черный пояс. Да, конечно, черный пояс – это уже свидетельство определенного уровня мастерства, и прежде всего того, что ты освоил базовую технику. Человек, который претендует на обладание черным поясом, должен хорошо понимать всю механику движений в Айкидо. Он должен хорошо ориентироваться в ситуации и быстро реагировать на ее изменения. Это все очень непросто, и далеко не всем сразу удается успешно сдать на черный пояс. Некоторым приходится сдавать даже по нескольку раз, пока у них получится. Субтитры создавал DimaTorzok Иногда от вас требуется продержаться буквально минуту, всего минуту, но это очень непросто. Когда против тебя несколько человек, тут ты должен показать все, на что способен. Начали! Субтитры создавал DimaTorzok А здесь можно просто поставить на колени. А вот, допустим, на вас нападают одновременно с двух сторон. Можно так, а можно так. Одним словом, сдача на черный пояс — это возможность показать все свое умение. Рандори — атака трех человек. Рандори — это серьезное испытание, и прежде всего психологическое. Здесь надо продемонстрировать свою технику и двигаться, двигаться, и проводить приемы. Рандори — это, пожалуй, самое серьезное испытание. Да, в Рандори атакуют серьезно, на большой скорости, и с разных сторон. Как я понимаю, идея Рандори заключается в том, что ты должен определить, в какой последовательности ты будешь отражать нападение одно за другим. Причем, завершая отражение одной атаки, ты тут же должен выходить в позицию для отражения другой. При этом важно, чтобы ты всегда оказывался в данную минуту только перед одним противником, хотя их много. И ты должен моментально перестраиваться до встречи нового атакующего. По сути дела, во время атаки все имеют право делать самые разнообразные приемы. Рандори — это упражнение, при выполнении которого ты должен быть свободен от мыслей о проведении обязательно именно этого конкретного приема. Все зависит от ситуации. Как только ты задумался, ты проиграл. Если ты теряешь даже просто несколько мгновений на принятие решения, ты проиграл. Если включается твое сознание, и ты начинаешь перебирать в уме какие-то варианты, ты проиграл. Рандори тем и хорошо, что оно максимально приближено к реальности, к тому, что может произойти на улице. Я имею в виду то, что частенько бывает на улице, где нет никаких законов и правил. Я имею в виду то, что я бы хотела, чем это. Понимаете, здесь работает интуиция не головы, а тела. И это действительно работает. Это еще и вопрос уверенности в себе. Уверенности в том, что ты можешь правильно оценивать ситуацию, ее динамику. Причем, когда против тебя сразу несколько человек. Рандори – это первая возможность обрести ключ к пониманию всего. Возможности атаки и защиты, толчков, ударов, уходов от них. И твои партнеры могут применять все – удары, толчки, захваты и тому подобное. И ты должен находить на это все соответствующий ответ. В Рандори решение нужно принимать мгновенно. Стоит только одному из партнеров зацепить тебя, и все, тебя повалят на землю. Ты просто должен делать, и ты должен делать это очень быстро. Мгновенность – это быть там, в моменте, и бороться с тем, что там есть. Когда у тебя больше, чем один человек, и они все приходят на тебя с самим intentом, и, в общем-то, ты не хочешь быть подниматься, и ты, конечно, не хочешь быть подниматься на землю. К Рандори надо относиться серьезно. Нужно представить себе дело так, что именно от этой схватки зависит твоя жизнь и смерть. Вот тогда это будет настоящая атака и защита. И это будет честно. И тогда тебе будет ясно, что делать. Мир един. Он един для мужчин, женщин, для стариков и детей. Все изменения происходят только в нашем сознании. И потому мы разные. И когда мы здесь, в этом зале, противостоим друг другу, это не противостояние миров. Это части единого мира, которые в итоге и порождают гармонию. Запомните, в этом зале нет мужчин, женщин, людей пожилых и молодых. Здесь действуют только разные по своему уровню силы. И все. Начали! Рандори — это уникальный опыт, причем не только твой личный. Это коллективный опыт тех, кто в нем участвует. В нем проявляется своеобразие человеческой личности, поскольку каждый принимает сам свои решения. И тут никому нельзя сказать. Стоп, ты выбрал не тот прием. Рандори — это прежде всего свобода выбора образа действий. И все, что все, что показывает, что верится, вы понимаете. Но это трудно. Потому что это легко. Трудно. 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 С придет. Трудно. Потому что вы просто делаете aloud, кто-то знает, и путь. Продолжение следует. Рандори учит контролю. Ты учишься контролировать действия нескольких партнеров и учишься контролировать себя. Ты даже начинаешь иначе смотреть на то, что происходит вокруг. Ты уже не сосредотачиваешься на какой-то одной точке, а охватываешь взглядом сразу всю картину. Развивается боковое зрение. И тогда ты можешь следить за перемещениями всех партнеров и принимать правильные решения. Поначалу это кажется чем-то практически невозможным. Но постепенно ты убеждаешься в том, что этого вполне можно добиться. Это было просто невероятно. Как реальность, как можно было бы это сделать. Это тяжело. Это тяжело здесь. Рандори, на три-мэндах, Продолжение следует... Рандори — это тренировка воли, преодоление собственных страхов. В Рандори становится понятен предел твоих возможностей на сегодня, и то, над чем тебе еще надо работать. Это своего рода комплексный экзамен, и он очень помогает в дальнейшем совершенствовании техники. Заключение. Только тогда, когда я осознаю то, что я являюсь всего лишь малой частицей Вселенной и бессилен перед ее мощью, только тогда я могу понять, что такое настоящая сила. Занятия Айкидо оказали большое влияние на мою жизнь, практически на все стороны моей жизни. Некоторые спрашивают, а что тебе дал Стивен Сигал? И я отвечаю, он дал мне путь постижения Айкидо. После того, как я повстречалась с Сенсеем, я стал сильнее, внутренне сильнее. Я стал сильнее, но источник этого, Сенсеи. Все, что он делает, обладает какой-то мощной и притягательной силой. Это учитель с большой буквы. Он очень доброжелателен. Это великий учитель. Это воин. В моем сознании он ассоциируется прежде всего с воином. Он вдохновляет меня постоянно. Сигал – это пример того, чего может добиться человек. Он изменил мою жизнь. Мое общение с ним, занятия с ним, изменили всю мою жизнь. Что у тебя осталось, когда тебе уже нечего терять? Покажи мне, чего ты достиг. Спасибо, учитель. tongue- revolves'tline, чтобы... Покажи мне, что мне не пугали. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...